И хочу передать слово представителям Соединённых Штатов. Спасибо, господин председатель, спасибо всем министрам, которые приехали в Нью-Йорк на это важное заседание. Шуба Джая и её муж, Пол Гоус, возвращались домой из Нидерландов, куда они привезли свою дочку Кейла, которой был один год, чтобы познакомиться с родителями Пола. Ник Норрис вез трёх своих внуков, Моу-12, Ави-10 и Модеса-8. Они возвращались в Перд из отпуска для того, чтобы у родителей было несколько свободных дней для себя. Томби Джи и Ариза Газали возвращались в Малайзию, проведя более двух лет за границей. С ними были сыновья Мохаммед Афиф, Мохаммед Афсал и Мохаммед Афрус, 19, 17 и 13 лет, и дочь Марша Азмина, которой было 15 лет. Все эти семьи были на рейсе 17 малайзийских авиалиний. Все они погибли. Среди 298 человек, которые были на борту, были студенты, учителя, бортпроводники, предприниматели, владельцы ресторанов, инженеры, кассиры супермаркетов. Около 80 пассажиров были дети. Невозможно измерить эту трагедию. Эту потерю ощущает целое поколение студентов. Сестра Филамина, член религиозного ордена, который посвятил себя обучению девочек. Сестра Фил, как студенты знали ее, возвращалась домой, посетив церковь во Франции, где хранятся останки основателя ордена. Эту утрату ощущают люди, которым были незнакомы с жертвами, но чья жизнь была затронута и иногда полностью изменена в результате их работы. Такие жертвы, как Йо Пла и ее партнер Джеклин Вантонгрен, которые были в числе пассажиров, которые отправлялись на 20-ю международную конференцию по СПИДу. Они были исследователями, которые снизили стоимость антивирусных препаратов. Джеклин работала в НПО, которая занималась здравоохранением в бедных общинах. Такие жертвы, как Вильям Витивен, он был уважаемым ученым, политологом, а также государственным деятелем. Он работал в Сенате Голландии более 10 лет. То, что погибли 298 человек, конечно, самым глубоким образом это ощущает семьи погибших. Дора Шахила Касим была главой бортпроводников, матерью. Она делала все для того, чтобы у нее 16-летней дочери Дианы были все возможности в жизни. Она была моей мамой, отцом, лучшим другом, сказала Диана. Я не знаю, как я буду жить без нее. Сайлин и Роб Фредерикс, и 23-летний сын Брайс Фредерик, летел со своей подругой Дейзи Олес. Пара жила с родителями Брайса. С 17 июля 2014 года родители Брайса не трогали их комнату, оставили такой, как она была, неубранная кровать, одежда разбросанная на полу. Сайлин не может заставить себя убрать комнату. Она говорит, что в этой комнате сохраняется дыхание Брайса и Дейзи. Это могло произойти с любыми нашими родственниками, сыновьями, дочерьми, родителями. Наши бабушки, дедушки, тети, дяди могли быть на этом рейсе. Наши учителя, наши лучшие друзья, пассажиры на этом рейсе. Представляли 18 стран, в том числе и мою страну, но они могли быть из любой страны. И семьи этих 298 жертв и общины, где они жили, все они наша семья. Соединенные Штаты считают твердо, что те, кто совершил это чудовищное преступление, не могут оставаться неизвестными, не могут уйти от ответственности. Поэтому, когда Нидерланды, Малайзия, Австралия, Бельгия и Украина предложили этот проект резолюции, мы поддержали их усилия. Конечно, само по себе правосудие не позволит заполнить пустоту, вызванную гибелью всех на борту рейса 17. Но усилия помешать правосудию лишь усугубляют боль семей погибших, которые уже перенижили огромное горе. И именно это произошло, когда сепаратисты, которых поддерживает Россия, не допустили исследователей вовремя к месту падения самолета. То, что Россия отказалась даже вести переговоры по этой резолюции, по статуту, предотвратив любые конструктивные переговоры по этим текстам. И именно таков эффект российского вета сегодня. Наложив вето на этот проект резолюции, Россия попыталась остановить правосудие, отказать в правосудии 298 жертвам на этом рейсе, отказать возможности семьям обеспечить, чтобы виновные понесли ответственность. Россия проигнорировала требования в странах, потерявших своих жителей, призывы семей погибших. Трагично, что Россия использовала свою привилегию, которая была ей дана, для того, чтобы защищать международный мир и безопасность, для того, чтобы подоровать международный мир и безопасность. Но нужно очень чётко понимать, что сегодняшняя вета не может остановить правосудие на благо семей жертв и самих жертв. Нельзя допустить безнаказанности для тех, кто сбил гражданский самолёт, на борту которого было 298 человек. Потому что если попирать правосудие, отказать семьям погибших в правосудии – это бросает вызов всем нашим семьям, общинам, всем нашим странам. Мы возмущены и глубоко разочарованы итогами голосования. Но сегодня, тем не менее, мы хотим сказать семьям погибших – никакое вета не помешает расследованию этого чудовищного преступления. Виновные будут наказаны. Никакое вета не ослабит наши непоколебимые готовности сделать всё, чтобы правосудие восторжествовало ради вас, ради ваших близких. Спасибо. Я благодарю представительницу США за это заявление, говорит председатель.